Смотри-ка ты, выставка с земляным червям могильным, тело своё, и ничего кроме ниже пояса нету. Хатабыч, Хатабыч, это ты? А вы, Хатабыч, только и знаете детскую сказку. А что у Достоевского, у Льва Толстого борода вы не видели? Это был ты, Лев Толстой? Да, он с бородой. А вы подкаблучники бороды побрили? У тебя как у Хатабыча. Хатабыча. Вы видели, Макаров, адмирал, сидит, какая борода. А ты без бороды-то кто такой-то? Только лицо же никак у Макарова. Да, никто. Вот теперь попить надо. Думаю, как же один не пьёт. Всё, заливайте блудный огонь, его не залить. Так это школа просто. А разве, если нет никакой? На глазах людей вот так вот сидеть, пить перед экраном, это... Я в пяти университетах вёл занятия по два часа и ни разу не позволил стакан поставить. Владимир Ильич, извините. Это неприлично. Владимир Ильич, извините, вы только что... Тоже с бородкой был. У Фридриха Энгельска борода. А вы на кого похожи? Это гомосексуалисты-то придумали. Так я не похож на него. Две мамы в одном доме не бывает. Это под каблучником всё, без бороды. Мы только зачёт закрыли. Владимир Ильич, извините. Так, Господь показал путь в Евангелие, и по нему надо идти. Господь показал путь в Евангелие? Да. Здесь. Другого нет. Из-за гроба... Еще раз, где, где, где? Так, только что мне ни одного слова плохого не говорили. Договорились? А то я уйду. Про Библию? Конечно, конечно. Вообще не матерились, чтобы? Нет, конечно. Христианство это... Да. Для чего человек живёт на земле? Цель жизни какая-то есть общая? Чтобы выжить. Этого нигде такой цели не ставят, выжить. Надо не выжить, а жить. Я такого мнения придерживаю. Жить красиво, с великой целью. Найти Бога. Принять Сына Его Иисуса Христа. И жить с Ним. Ну, это крестик на шее. А вы поступаете... Смотри, у меня иконка есть. Ну, иконку можно одну, и две даже привешивать. У меня две, у меня две иконки. Вот, смотри-ка. Так вы живите по Евангелию. Скажите, вы сегодня утром молились? Сегодня утром не успел. Так, а вчера вечером ложась спать молились? Да. А за стол и за стола молитесь? Да. В храм ходите? Раз в неделю. Ну, а исповеди бываете? Бываю. Вот, понимаете, вы говорите, я по лицу вижу, что лукавите. Не надо. Меня трудно провести, потому что я работаю с детьми. Я начальник детского лагеря, 45 лет. 18 лет работал в тюрьме. Сам сидел в пяти тюрьмах. Все слои населения мне известны. И поэтому я гляжу, как он губы поджимает, как глаза глядит. Так, сидите спокойно. Оденьтесь. Если вам интересен наш разговор, вы найдете меня в скайпе. Игнатий Лапкин. В скайпе. Я скину вам ресурсы. Вот у нас ютуб-канал, у меня здесь есть. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вас тоже Игнатий зовут? Игнатий Лапкин. Это твое имя? Открылось? 37 тысяч подписчиков. А сколько просмотров общие есть, нет? Нет, общего нет. 36 миллионов. У нас 15 550 роликов. 15 тысяч подписчиков. Тысяч. Тысяч. Это наша жизнь такая. Мы с нуля строим православную деревню. Мы приняли миссионерскую поездку. Господь позволил мне издать 38 томов книг. И положил на сердце подарить библиотекам мир. И мы из Барнаула доехали до Владивостока. Вернулись, забросили контейнер границы. До Лиссабона дошли. Португалия. Скандинавия, Прибалтика, Турция. 650 городов позади. И сделали подарок на 35 миллионов. Круто. И везде собрания, везде в библиотеках, в домах культуры, на стадионах. И везде пришлось выступать и говорить Слово Божие. Какое? А в пяти тюрьмах за что отсидели? За Слово Божие. Если вы зайдете во свете Библии, Игнатий Лапкин, но только через Google сайт. Не YouTube, а сайт. И в сайте вы там найдете мои книги все. 38. Опять пить начинают. Ужас какой. И вы там найдете государственные фильмы, о нас поставлены документальные. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. И второй фильм. Златоуст из Потеряевки. О моей биографии. Первое место в России. А сколько вам лет? Сегодня у нас какое? Пятое. Ровно через пять дней мне будет 80. 80 лет? И ни одной таблетки еще не съел. У меня три голубятни. Я туда-сюда еще лажу. Ой. Дай Бог вам здоровья в будущем. Дает Господь здоровья. Деревню строим православную. Первый раз разговариваем, кто желает, чтобы доказал, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А вы так всю жизнь живете? А в России погублено 21 тысяча поселений. И 10 тысяч дышат наладом. То есть 1-2 человека. И мы первые получили землю, зарегистрировались. И сейчас школа государственная. Все за свой счет. Дороги. Все за свой счет. 100 метров только щебенкой засыпать, 232 тысячи пришлось отдать. Все работают. Земля кормит, как Петр Аркадьевич Столыпин говорит. Она несет нравственное начало. А в городе еще один клапан открыл ниже пояса. Только туда и выход. Ну да, мы в Москве живем. А там не надо в деревне баловаться. Вот вы если зайдете сейчас, и вы увидите маленько назад. Я не знаю сколько, ну 20-30 роликов вперед. И видно, у нас к нам приезжает в деревню митрополит Московского патриархата. И какая служба, какой у нас порядок. У нас нигде деньги, ничего не продается. Ни крещения, ни за что деньги не берутся. А сколько у вас от 20 километров? От города? Да. 156. 156? А как деревня называется? Потеряевка. Если вы зарядите, там все о ней найдете. Потеряевка. Есть другая Потеряевка промышленно, а это наша. 6 секунды. Да. 28 лет исполнилось. День деревни исполняли. Потеряевка. 6 секунды. Ну можешь рядом посадить Игнатий Лапкин. Тогда сразу наша Потеряевка откроется. Я просто хочу посмотреть. Ну-ка. Она снятая в фильмы государственно. На больших таких бобинах еще было. А, вы ближе к Казахстану, да? Да не сказать так, ближе к Казахстану. А, вы ближе к Новосибирску? Так. Да нет. Ну, может быть, к югу ближе, так южнее. К Кулунду. Ветка Барнаул-Кулунда. Ну вот, Барнаулу, Новосибирск, ну он просто с Москвы. Нет, нет, к Новосибирску не надо. Кулунда. Кулунда? Кулунда. На Кулунду, на ветке на этой. Разъезд под Степной, от нас 4 километра. Все, ну я понял, это далеко. Ну, это там станция Ребриха, с одной стороны, а с другой Корчино. Понял. И вот сегодня мы призываем людей ко Христу, чтобы поверили, что Иисус умер за них. Приняли Его жертву. И обновили жизнь свою новым духовным рождением. Я этого придерживаюсь. Вот я с детства верующий, но Евангелия не было. В 23 года мне впервые Библию в руки дали. Говорят, вот у вас какое-то горе было вы. Горе. Я работаю на море. Везде 100% здоровья. В это время учусь в мореходном училище. Три года, три курса за год добился сдать. По выбору комиссии на трех иностранных языках. У меня выход в море. И в это время пустота, зияющая бездна в душе. И Господь дал мне Евангелие. И через 20 минут на коленях я встал. На самого себя смотрю с ужасом. Это я. Хотя Бог меня сохранил от женщин, от воровства. Я еще ни одного матерка не сказал в своей жизни. Но она бы жизнь без Христа пустая. Да, это очень сильно. Вот. И Господь провел меня за это время. Это уже 56-й год я иду этим поприщем. Бескомпромиссно. Никому не заглядывая в глаза. Говорить истину. Ну да, это прямо очень сильно. Горжусь. Горжусь такими людьми. Вот я одновременно вел занятия в пяти университетах. Тринадцать школ. Пять отделов милиции. Городское и краевое УВД. Воинские части, которые есть здесь. В тюрьме. Восемнадцать лет. Помогать им. Заводы и фабрики. Это все пришлось одному делать. У меня на сон уходило в среднем два с половиной часа в сутки. Ну, у меня примерно сейчас столько же. Это Бог делает. Человеку это невозможно. Это благодать Божья называется. Бог пролил милость за то, что я плачу десятины. Для Бога. Я просто тоже примерно по столько же плю. Вот. Вот видите как. Вы оденетесь. Больше в голом виде не представляете. Потому что вы сразу вписываете в число тех, которые караулят. Какая вонючка пройдет рядом. Ладно. Спасибо огромное. И вам всего хорошего. Если вы хотите больше узнать, в скайпе зарядите. Игнатий Лапкин. Запомните. И скажите. Мы были в чате. Но нужно в течение пяти дней. Потому что я выезжаю на командировку в деревню на четыре месяца. А оттуда связи почти нет. Я понял. Тогда хорошего вам дня и всего хорошего. Как вас звать-то? Михаил. Да помилует Господь Михаил. А знаете как переводится? Как? Никто как Бог. Это три слова еврейские. Никто как Бог. То есть равных Богу нет. А если на первом месте Ил стоит, тогда Илья. Илья. Это Бог моя крепость. Илья брат Илья. Бог моя крепость. Илья. Это еврейские имена. Еврейские. Архангел Михаил. Да, да, да. Вот вы на нашем Ютубе найдете все по плейлистам. О деревне, о лагере, о поездках, о выступлениях. Я вот в чате рулетки здесь 90-й день, наверное, и уже 450 роликов составил. Классно, классно. Вот вы зайдете и увидите, как мы с вами разговаривали. Вам будет интересно. Вы записываете разговор сейчас, да? Ну, а вы за это задайте вопрос, и я вам отвечу. Давайте. Давайте. Мне нужно, чтобы у нас было не меньше 500 мегабайтов. И тогда я... Как вы относитесь к атеистам? Так, как они к себе относятся. По-другому зачем? Атеист – это смерть вонючая. Господь говорит. Это Псалом 13, 52-й. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Точка. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Я дословно цитирую. 3000 лет назад... Это глава из Библии? Это в Библии 13, 52-й Псалмы. 3000 лет назад написано. А если это атеист, для него ничего нету, кроме дырки от бублика. Вот смотрите. 2 миллиарда 200 миллионов христиан сегодня. 2 миллиарда мусульман. Около 2 миллиардов индусов. Неверующих, которые прямо говорят 8%. Но на них падает 98% преступлений. Понял. А как Вы оцениваете ту точку зрения, что человеку нужна вера? И неважно, какая именно. Нет, никакая. Не просто вера. А вера в Сына Божия Иисуса Христа. Написано так. Вы именно придерживаетесь той точки зрения, чтобы... Я не просто придерживаюсь. Я этим живу. Во мне это живет. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. 3 глава, 36-й стих. Не перебивайте. Он говорит. Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. Неверующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Поэтому никакая вера. А вера, что Христос умер за мои грехи. Омыл меня кровью своею. И я отдался Ему на служение. Хорошее. Деяние апостола. В 4 главе, 12 стих написано. Нет другого имени под небом данным человеком, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. Нету. Понял. Понял. Я услышал ваше мнение. Вот иногда бывают конгрессы, какие-то коллоквиумы. Меня всегда призывают. Ну, большая тема, а экстремизм взрывают. Ну, я вышел, я встал, когда это, за кафедрой там, а тут профессора сидят. Я вот так вот показал Библию. Вот смотрите, я экстремист. Ну, по-вашему, она объясняет все. А это означает экстремист, я все довожу до точки, до самой высшей степени точности. А если вы не экстремисты, за столом сидят, вы блевотина. Как так? А очень просто. Мы считаем третью главу откровения, апокалипсис. И он говорит, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не холоден и не горяч, я извергну тебя из уст моих, а из уст только блевотина идет. Это слово Божие говорит. То есть ты никто. Ты, если бы верил из-за страха Божия, из-за любви к Богу, один разговор. А так нет ничего. Вот Иоанн Златоусты говорят, вот смотрите, есть неверующие атеисты, а они лучше верующие бывают, поступают. А ваши верующие так, он говорит, у верующих три причины быть добрым. Первое. За каждый грех Бог угрожает наказанием в аду с дьяволом в огне. За каждое доброе дело Бог обещает награду в раю быть. И кроме этого, с помощью ствующей благодать Божия помогает. И несмотря на это христиане, бывает, падают. Если три преграды не удержали, то что спрашивать тех, которых ничего нету? Что есть верующие неправильно поступающие, я знаю. А что это и есть поступающие правильно, этого сказать не могу. Ладно. Ну, если честно, не буду вас ничему такому говорить, вам такого противоречия, потому что вы взрослый человек, и взрослым людям противоречия не свойственны. А вы заходите, вы на скайп зайдите, на скайп зайдите, Игнатий Лапкин, и я вам скину все ресурсы сразу. Вы будете знать все. Вот там на сайте я... У меня просто времени мало, я сейчас учусь. Это все как попы, времени нету. А заниматься глупостями есть. Не-не-не, у меня правда, я сейчас получаю образование. И все раздеты, потому что жарко. А я говорю, а огонь-то внутри горит блудливый. Залей его молитвой, слезами раскаяния. Классно, классно. Очень классно вам рассказали. Спасибо вам огромное. Аллилуйя. Ну, вы говорите не спасибо, а спаси Христос. И вам хорошего всего. Спаси Христос, вместо спасибо говорите. Да, спаси Христос. Аллилуйя, с Богом. Доброй ночи. С Богом.